Многие хоррор-фанаты и даже Том Савинни придерживаются мнения, что сказки с темной стороны являются, по сути, калейдоскопом ужасов 3. Тем более, после убогого фильма 2006 года звание неофициальный, третьей части лишь закрепилось еще больше. Так почему же такая путаница в названиях? Юридические тонкости и нюансы, будь они неладны. Все дело в том, что после успеха первого фильма, 1982 года выпуска, было решено снять сериал «Калейдоскоп ужасов», но всегда есть извечное «Но». Правообладатели не смогли договориться с продюсерами и название «Калейдоскоп ужасов» заменили на «Сказки с темной стороны». После большого успеха сериала в 1990 году был выпущен одноименный фильм, в котором участвовала и часть съемочной группы оригинального «Калейдоскопа ужасов». К сожалению, фильм не был успешен в кассовом плане, но все же задумывалось продолжение, куда и должен был войти нереализованный сегмент про мертвецкий боулинг, выкинутый из «Калейдоскопа ужасов 2», плюс еще один рассказ Стивена Кинга «Сезон дождя». Но с производством фильма все заглохло. «Сказки темной стороны» состоят из трех историй. Бонусом для придания единого целого, этому кинальмонаху, идет история про мальчугана в клетке. А именно речь идет о своеобразной и наверняка присутствующей во всех сказках народов мира истории о том, как видимо хотела изжарить мальчика в печи, но сама туда попала. Только тут в пламя угодила любительница полакомиться человеченкой. Актерский ансамбль не может не радовать глаз. Нет, хоррор икон здесь в кадре вы не увидите, но достойные актеры, известные широкому кругу зрителей, здесь присутствуют, такие как Кристиан Слейтер, Джулиана Мур, Стив Бушами и Джеймс Рэммер. Источником для страха послужили три истории за авторством папы Шерлока Холмса Артура Конан Дойля, Стивена Кинга и довольно-таки занятная история из японского фольклора. Все истории великолепно адаптированы в сценарном плане, следуя традициям калейдоскопа ужасов, историю Стивена Кинга сценарно доработал Джордж Ромеро. Первая новелла ленты рассказывает историю мести ботаника-пролетариата в исполнении Стива Бушами. Не раскрывая сюжет и скажу, что месть – блюдо настолько холодное и изысканное, что может вершиться руками мумии. Герои сегмента разыгрывают историю взаимоотношений нескольких человек, оказавшихся впутанными в университетские склоки, где есть место обману, воровству и вопиющей социальной несправедливости. Конечно, согласно классической структуре, в подобного рода фильме должен присутствовать юмор. Поэтому стоит только истории набрать скорость, достойную взаимоотношениям лавкрафтовских студентов Мискатоникского университета, как странноватый юмор давит на педаль тормоза и вы тюкаетесь носом в приборную доску, вспоминая, что фильм-то развлекательный и торчащие зубы Стива Бушами, но никак меня не убеждают в обратном. В любом случае, было любопытно посмотреть на одно из первых появлений на экране Джулианны Мур и мумию, который сыграл один очень известный, в узких кругах, конечно, мастер спецэффектов, делавший чудовищ для фильма извне, невеста реаниматора и многих других. Из пасхалок здесь присутствует отсылка к рассвету мертвецов Джорджа Ромеро и, возможно, намек на русский корни героя. По крайней мере, на его каменной доске можно разглядеть прелюбопытное напоминание на русском языке. История номер два. Кот из ада. Рассказ очень филигранно переложил в сценарий Джорджа Ромеро. И надо сказать, что мрачноватая новелла чуть не вошла во второй калейдоскоп ужасов, но была выброшена по причине экономии бюджета. В эпизоде снялся Уильям Хикки, один из старожилов Голливуда, навсегда впечатавший свое имя для нас любителей хорроров исполнением роли Андре Тулона в главном шедевре студии Full Moon. Компанию ему составил Дэвид Джоханссон, музыкант, певец, продюсер и актер, сыгравший киллера, которого нанял взбавмошный, почти обезумевший от страха старик-миллионер, дабы тот расправился с котом. А вот почему вы узнаете, посмотрев этот великолепно экранизированный рассказ? Ну, конечно же, многие из вас уже несколько раз видели этот фильм. Но, может быть, кто-то еще и не видел. По крайней мере, в сегменте есть несколько клевых постановочных ходов в плане операторской работы и света. И снова пасхалки. Внимательный и эрудированный зритель заметит, что киллер смотрит фильм «Мартин», который снял Джордж Ромеро, опять же. А также в одной из сцен киллер успокаивается словами, практически копирующими слова собственной песни, исполненной актером Дэвидом Джохансоном. Третья история, которой нас решили попугать или развлечь, кому что, основана на старинной японской легенде, которую сценарист, немного переработав, перенес в Нью-Йорк, заменив японских призраков, которых так боятся жители страны восходящего солнца, горгульей, существом более понятным нам, бледнолицым с круглыми глазами. Что можно рассказать об этой страшилке? Главный герой, наверное, был обречен. С самого начала. Чудовище, потребовавшее в обмен на жизнь, обет молчания с творца, который не может не творить. И, как любая творческая личность, он нуждается в признании, донесении своего творения до зрителя. И вопрос того, что герой рано или поздно кому-то расскажет о жутких событиях ночи, когда он встретил нечто, не поддающееся логическому объяснению, это лишь дело времени. История прекрасно иллюстрирует жизни художника, не попавшего в богемную тусовку жизни. Работы не выставляются в галереях, и мастер, возможно, талантливый, оказывается в роли, выброшенный на берегу зоны рыбы, жадно глотающий воздух в поисках средств на существование. Ночь, изменившая будущее героя, даровала ему часть жизненного времени, за которую ему все же придется дорого заплатить. Актер Джеймс Ремар очень хорошо изобразил своего героя. Его художник словно тень обитает в своем жилище в стиле лофт. Он одиночка. Такие норы обычно выбирают отшельники, вроде Конора или Дункана Маклаудов. Грустные большие глаза актера передают невероятную безнадегу и ужас, которым он очень хотел поделиться со своей новой спутницей жизни. Развязка довольно эпична. Сегмент содержит практические спецэффекты в сценах с монстром, немного стоп-моушен анимации и, конечно же, кровь. Помимо Джеймса Ремара в сегменте снялась актриса Рэй Доу Чонг, которая в свое время снималась с Арнольдом Шварценеггером в фильме «Командо». В 2015 году ходили слухи о запуске сериала. Идеями и страшными историями его должен был наполнить сын Стивена Кинга, Джо Хилл. По крайней мере, он носился с идеей пилотной серии, как курица с яйцом. Но на данный момент все глухо, как в «Танке». Казалось бы странным, но в тот факт, что в фильме присутствует камео Джорджа Ромеро, лишь его фильмами не очень-то и верится. Хотя в финале сегмента «Обед любовника» есть один забавный кадр, где агент художника садится в такси. Таксист максимально затемнен. Но взгляните, что это? Его силуэт и блеск очков напоминает то ли Джорджа Ромеро, то ли Стивена Кинга. На момент съемок, а это конец 1989 года, оба носили практически одинаковые прически, и Джордж Ромеро уже вовсю гонял в очках, как Стивен Кинг. Вполне возможно, что кто-то из мастеров ужасов заглянул на съемочную площадку и сыграл секретное камео, о котором мы, наверное, никогда не узнаем, так как режиссер Джон Харрисон упорно молчит, как рыба, не отвечая на мои письма по этому вопросу. А с вами был ЛФТЛ. Счастливого Хэллоуина!